Хоккея Итак, в пятницу 26 декабря команда Кари Хейкеля проводила очередной поединок регулярного чемпионата в Череповце против местной Северстали. И не откладывая дело в долгий ящик, давайте начнем смотреть за заброшенными шайбами в этом матче. Период первый и счет открывает самый опытный, пожалуй, нападающий Северстали Николай Бардин, который подкараулил ошибку Ярославской обороны, получил шайбу на входе в зону защиты локомотива, оторвался от оборонцев и переиграл в ближнем бою Георгия Гелашвили. Похожая ситуация случилась в периоде втором в середине матча, когда вдвоем к чужим воротам убежали Виталий Вишневский и Геннадий Чурилов. Несмотря на то, что забить с первого предъявления не получилось, Вишневский выкрутился из ситуации, сделал потрясающий пас себя за спину и Геннадий Чурилов забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне. Посмотрите, как это было. Алексей Тезикова обыграл Вишневский и тут может на себя сетовать, наверное, и Александр Вьюхин, который пустил шайбу у себя под ногой. Впрочем, уйти на перерыв при равном счете ярославцам не удалось, ибо череповчане получили численное преимущество и Владислав Поперечный наброс Андрея Шефера скорректировал клюшкой и таким образом вновь вывел свою команду вперед. Впрочем, это, что называется, было только начало банкета. Основные события в этом поединке пришлись на заключительную треть матча. Ну а здесь, посмотрите, действительно можно позавидовать теннисным наукам Владислава Поперечного. Период третий, седьмая его минута. Николай Лемтюгов, совсем недавно вернувшийся из Северной Америки, где он два года безуспешно пытался пробиться в состав Сент-Луис Блюз, здесь сыграл как заправский бильярдист от конька Александра Гуськова. Шайба юркнула между щитков Георгия Гелашвили, и таким образом счет стал 3-1. Несмотря на то, что ярославцы имели определенное игровое преимущество во втором периоде, период третий поначалу им явно не удался. Сергей Соин караулит очередную ошибку, на сей раз ярославского кипера, и отправляет четвертую шайбу в железнодорожные ворота. Вот только здесь проснулись ярославцы, получили они численное преимущество и разыграли отличную комбинацию. Наброс Виталия Вишневского и Алексей Яшин последним касается шайбы, пропихивая ее между щитков Александра Вьюхина. Что касается Вишневского, то в этом матче он сделал две голевые передачи, Ну а вы же смотрите, как дубль оформляет Геннадий Чурилов после передачи Александра Галимова, он также в ближнем бою оказался сильнее Вьюхина. Впрочем, это все, на что хватило железнодорожников, и Локомотив терпит второе подряд поражение с разницей в одну шайбу, правда на сей раз в основное время 3-4. Ну а что касается Вишневского, то мы говорили о том, что Северсталь для него превращается в любимую команду, он дважды забросил на предсезонке, еще одну шайбу забросил в первом круге, ну и на сей раз сделал две голевые передачи. Авторы заброшенных шайб и голевых передач во всем матче только что были на ваших экранах, ну а вот эта статистика, примерное равенство по броскам и выигранным выбрасываниям, и посмотрите, насколько неудачно ярославцы вновь сыграли в большинстве, более того, однажды не использовали даже преимущество 5 на 3. И вот два героя этого матча составил Локомотива, Вишневский и Чурилов, вы можете посмотреть, на их показатели, что интересно, защитник бросал поворотом даже чаще, чем нападающий. Ну а большое игровое время у Вишневского никого удивлять не должно. Ну а на поездке дня у железнодорожников теперь главный соперник по дивизиону Харламова, омский авангард, и мы решили напомнить вам, как же эти команды уже играли в нынешнем сезоне, благо проведено уже три поединка, и пока что преимущество на стороне железнодорожников. В октябре месяце на своей площадке впервые в сезоне команда Яшина принимала команду Ягра, вы не судите строго, но рассказ сейчас о противостоянии Локомотива и авангарда сведется именно к противостоянию двух вот этих хоккеистов Яшина и Ягра, двух больших «Я» российского хоккея. Ну и тот и другой, в общем, отметились в этом матче. Ярославцы все время вели по ходу встречи, в основное время 1-0-2-1, однако Павел Россо буквально за полторы минуты до сирены перевел игру в овертайм. А в овертайме все решил как раз-таки бросок Яшина 3-2, и ярославцы на тот момент одержали очень важную для себя победу. Ну, в первую очередь, хотели нейтрализовать Ягра. К сожалению, не получилось, но в целом сыграли неплохо. Да, вот вы слышали, как Александр Густов характеризовал задачу на первый матч этого сезона, ну а затем, как я уже сказал, два матча состоялись на площадке мячей. Первый из них пришелся на тот момент, когда ястребы испытывали явный игровой кризис, никак они не могли выбраться из психологической ямы, связанной с кончиной Алексея Черепанова. Ну и ярославцы воспользовались вот таким своим преимуществом, переиграв в первом омском матче авангард с отсчетом 5-1. Яшин отметился шейбой и двумя голевыми передачами. Ягард на это ответил только одной голевой передачей. Ну а в целом локомотив буквально разорвал Джона Грэма и всю оборону мячей, что, наверное, неудивительно. Вот этот матч стал одной из последних капель терпения омского руководства. И Грэма отправили в Освояси из Сибири. В следующем поединке ворота мячей защищал уже Александр Хумячев. И вот здесь оборона Ястребов сыграла просто на отлично. Ну и не подкачала атака. Ягард забивает во втором в большинстве. Удваивает это преимущество также при игре 5-4 защитник Никита Никитин. Защитник из первой пары. И несмотря на то, что в середине второго периода Алексей Микнов наконец-таки прервал свое голевое затишье. Забросил вторую шайбу в чемпионате и сократил разрыв до минимума. Дальше ничего сделать у команды Кори Хихтеля не получилось. Более того, получили пустые ворота от того же Павла Роса. 3-1. Первая победа авангарда на блок-мотиве в нынешнем сезоне. Как сложится матч от четвертой, увидим в воскресенье на льду Арен 2000. Пока же последим за Яшным и Ягром. Вот статистика по всему сезону. 30 очков у Ярославца и 41 у мяча. Разница по броскам опять-таки в пользу 68-го. Ну а что интересно, вот в вочных матчах Локомотива и Авангарда абсолютно идентичные показатели. 2 плюс 2, 10 бросков и показатель полезности плюс 2 у того и другого. Чью-то сторону качнется чаша весов в очередном поединке. Обязательно об этом расскажем на страницах нашего интернет-канала. Для вас, как обычно, трудился Александр Саканов. Услышимся и пока. Субтитры подогнал «Симон»!